всем привет сегодня мы будем снимать сталк или индустриальный туризм целью этого является путешествие по разным заброшенным зданиям заброшенным территориям вот сегодня у нас намечено посетить старый пионерский лагерь или как он написан по моему просто детский лагерь и получить эстетическое и моральное удовлетворение как говорит википедия от индустриального туризма что оставайтесь на канале смотрите подписывайтесь не отписывайтесь разрушить или миф сейчас будем разрушать мифы действительно получаем удовольствие тогда написано что мы должны получить удовольствие вот посмотрим как это утром в субботу даже уже воскресенье до утром выходной день вставь пораньше не доспав получить от этого удовольствия вот мы уже подъезжаем и но он там домики разрушены слушай на этих полях пусто было да вот конкретно на этих вот пусто а вот здесь вот было интересно нам надо вот территорию уже вот нам надо где-то здесь может быть вот сюда съехать там запарковаться где-то вот ну в общем мы паркуемся и мы строим сейчас туда движуху продолжим съемку уже когда высадимся нет они вот эти лагеря они же были я так понимаю при каких-то заводах у заводов закончилось финансирование все и они как бы это полностью прекратили существование некоторые и выкупили лагеря и теперь там вот все что все что угодно дом отдыха или там рыбалка я подсуетились вовремя дают там они по дешевке просто да и возможно что и здесь недолго осталось потому что как бы ну хозяйство без дела не будет стоять вообще кстати здесь по-хорошему но часть поле выкупить да допустим или еще что тут очень много этих на парапланах летают открыт там типа нула там наш домик и отдыха сделать там для этих да не видно да все что угодно но поле вы поле тяжело выкупить кого вот здесь я кстати копал здесь ничего нет довольно таки пусто но здесь и не было ничего кроме дороги вот а вот это поле конечно более интересное вот сейчас она кстати как раз и распахано разборонено заборонено здесь попадались нормальные находки надо будет сюда может быть даже завтра наведаться автобусы ну ладно чем мы готова так ну вот мы заходим на территорию видите забор уже порушился и свое снимая я свое а так аккуратненько заходим надо палку взять на всякий случай да если собака какая-нибудь будет ну и из палки из палки молодец вот самое огороженное место чё там бункер фашистский бункер совсем не глубокая домики оригинально а вот здесь тоже такая же хорошо ветх понапихали чтобы не провалиться очень крепкая да печка шкаких годов получается из печка там тоже печка все поразрушено все поразрушено крылечко было да и там еще корпус большой корпус уже такой современный вот здесь да и там да и там а и там и там и там Печка это сильная. Печка. Разруха. Такой изохондовый лагерёк-то был. Здесь что, в одной комнате сколько? Раз, два, три, четыре кровати максимум можно поставить. Ну да. Прикольно. Печки, да, сильные. Еще здания. Там еще здания. А может быть это как раз подсобные помещения были, а вот здесь как раз, вот здесь живые, смотри, да. Думаешь такой же, да, еще один? Да, купи сюда. Еще один корпус. Да, да. Если это двухэтажный правильный, возможно это был как раз клуб в лагере. Кто? Клуб. Вот это клуб? Нет, 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 это корпус. А если ты говоришь, там вот двухэтажный? Нет, там именно такое кондовое, там наверно просто более... Там клуб, скорее всего. Ну сейчас доберемся, посмотрим, что там был за клуб. Ну. Ну. Тайные знаки какие-то. Дорожка была. Тут уже пол конкретно провалился. Кровати. Кровати. Сонирует. Да, это в более хорошем состоянии. Пополам не скажешь. Так. Ну что. Двинем дальше. Пополам. Не знаю. Но, видимо, на балансе еще числится у кого-то. Пока здесь гианские деревья попадали. Елочка вот тут завалилась. Неслабая. Еще одна. Сейчас попробуем дойти до корпуса. Туда главного. Вот. И там поснимаем. Вещай. Ну вот обычно, если ты говоришь, что здание большое, каменное, это, как правило, в лагерях оно было как клуб. То есть клуб... Там, кстати, еще одна какая-то. Маленькая. Тоже ихняя. На этой же территории. А, вон вижу. Кстати, возможно, это красная, если она каменная. Там два варианта. Либо это баня была. Ну, то есть душевая. Ну, какой-то подсобная. Подсобная, да. Так. Клуб. Клуб, смотри, стреляют. Я же тут недалеко был. В этом. Тоже. В этом районе лагеря. И там вот как раз корпуса стояли. Самое большое здание, это был клуб. Там, где и концерты проходили, и все. И спортзал был. Вот. Возможно, мы сейчас как раз идем к этому зданию. Стрельбище. Что-то какие-то пакеты. Еще должна, по-любому быть, площадь, где линейки устраивали. Ага. Там, где они выходят, и выстраивают там пионеры, все отряды. И флагшотки еще должны быть. Посмотрим. Посмотрим, что от этого осталось. Так, вот есть, тут еще ответвление идет. Я только раз, наверное, туда, в тех корпусах. Да, да. Ну, потом можем пройти вот тем краем. У нас достаточно далеко были от нас душевые, куда мы ходили, когда мыли. То есть, тоже хорошее расстояние нужно было ходить. Вот какой-то это, что-то тоже. Колодец. Колодец. Какой-то остаток непонятный. Фундамент. Так, ну ладно, идем. В общем, такая своеобразная Припять здесь у нас, да? Что? Припять. Ага. Вон там тоже что-то полностью разрушенное. Да, это корпус. Скорее всего такой же корпус. О-о-о, да. Смотрите, как гламурно печи одни остались. Спалили. Да, спалили нахрен. Да, типично такое корпус. Они, видите, все стандартные. Ага. Только печи остались. Реально, да. Только печи и остались. А эту печи забрали уже. Фундамент от терраски. Деревья горели. Причем, мне кажется, не тогда оно сгорело. Да, кстати, да. Приближаемся к главному корпусу. Ага. Да, слушай, действительно. Выглядит вообще как школа на самом деле. Да, это уже такое совсем современное. Ну, кстати, не совсем современное. Это вот именно построек тех советских времен. Ну, да, да. Смотри, вот на эти. Ну, как бы без печей с центральным отоплением. А, ну, это да. Мне кажется. Вот эта вот плитка мелкая, это как раз советка для меня. Тоже обнесено забором. Ну, это так, по периметру. Но это внутри территория. Беседка вон там. Да, беседка вон. Значит, где-то здесь еще должен быть диончик какой-нибудь. Чуточку видели? Да. Стоит, да. Спалили. Кстати, смотри, что там такое. Что, будем заходить? Конечно. Попробуем. Ага. Все ради подписчиков. На что не пойдешь. Не, а вот в здание как бы можно зайти, да. Вот куда-то в пещеру лезть. В пещеру лезть, да. Даже, видишь, вон, жил кто-то, пленкой затянули окна. Да. Живут. Сейчас они дома, хозяева. Что-то какие-то шорохи тут присутствуют. Интересно. Забавно. Очень забавно. Зайдем через другой вход. Вот написано «вход». Вентиляция. 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 А здесь такая прям живенькая обстановочка. Да. Вот прям для детей и курки. здесь можно можно жить не ну туалет конечно вообще гламурный то есть ну я не зашел но блин вот эта плитка она внушает да такое не такой вот кафе какой-то чиперный такой да 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 такой реально вот прям фильм ужасов снимать да не 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 прям готовые эти декорации серьезно сантехника без подсветки давай маленький такой детский дырка в стене да детский у меня тазик на стене граффити ну естественно органы половые подрисованы все присутствует все присутствует а это девочка айболит добрый доктор айболит я уже кухню нашел кухню пойдем пожрём отлично не ходи туда не ходи туда на кухню да почему отдохни немного здесь инкаун проходит игрище какого плана ну там какие-то задания выполнять инкаун а а ох ох еще один санузел да а это вот тут ход другой да тут ход а здесь наверное скорее всего здесь стояла трансформатор какой-то что-то с электрикой вот видите рубиночек отсюда выходит вот дальше тут идет что у нас здесь на помещение а здесь у нас по-любому стояли да блин прикольно я помню в детстве в деревне когда у бабушки был мы ходили по заброшенным корпусом тоже этим таких сельхоз там какое-то было это учреждение и вот там были тоже подобные корпуса и мы с малышней залезли значит на второй этаж и тут нас выследили более старшие как бы ребята там мы ходили за противогазами и за стеклами для противогазов они же специальные не запотевайки и в таких именно как бы кассетах как вот ну такие круглые чехлы и там стекла это не запотевайки и они значит эти противогазы надели и там что-то с палками как бы ух кричат мы реально тогда очканули как бы на втором этаже выезжали на балкон как бы на такой большой а куда спрыгивать ну они потом естественно свои эти хоботы поснимали ржать был но для детей стрёмно то есть забили нас в угол как бы прикольно такое навеяло запах сырого бетона еще там тут это все по таких да это разрушенным корпусом да а сейчас там корпуса установили тут даже вот кто-то живет мангальчик тут у них вот кухня мангальчик а это вот их не база да а вот тут надпись ребята пользуйтесь но уберите за собой большое спасибо за чистоту ярость даже адрес сайта есть собственность команды тра-та-та 28 вот август совсем недавно исказы и бобры то есть это было вот два месяца назад два летом этим летом злые бобры бобрам привет тут база ну кровать есть смарт мишени 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 по уточкам пострелять планирование задач ну ладно пойдем да да я уже зачитал пользуйтесь чистоту окна главное сделано все как бы а недавно я же да мы с Толянычем обсуждали как бы ну ладно сейчас попробуем подняться на второй этаж там вот еще выглядывает это все корпус ты наверх пошел? да сейчас я заглянул это и тоже а кухня ты говоришь где? ну в общем вот такое вот вот такое вот собрание там лестница еще и на крышу есть да такая сколоченная из досок самодельная из досок при этом на этой на козырьке что пойдем туда? все побито так тут что у нас душевые 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 были кругом колодцы ручки современные современные типично прям как пролеты без перил без перил без перил да так совсем по другому золотая лестница без перил чего 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 песня такая золотая лестница без перил без перил ну тут сортиров полно ну тут что делать а ну там там ну там Продолжение следует... Продолжение следует... Там, наверное, кого-то завалили, кто-то не прошел... Забаррикадировались от кого-то... Ничего, мы сейчас пройдем... Здесь-то можно пройти? Это был, наверное, в верхний зал, Андрей... Большой, да? Да, в верхний зал был... Три кода в комнате... Три года в комнате... Объекты для... Ага... Какого года поставили? Какого года? Угу... Семидесятый, наверное... Мне кажется, только восьмидесятый... Восьмидесятый? Ну, вообще... Не знаю... Семидесятые такие блоки уже делают, да? Не в курсе... Цемент марки 300? Да... Тут лестница, тут лестница... Тут что-то полно... Не знаю... В общем, здесь тоже корпус был... Ну, да... Тут жили... Только современные... Становые, да, как и более... Те явно более такие... Старые, а это современные корпусы... На крыше полезем? А как ты полезешь? Там... Где она была-то? Где лестница? Лестница... Ну, такая, сколоченная лестница... Ну, что, пойдем? Пойдем, пойдем... А тут этот пожарный был... Генрант... Да... Дай вот это... Пожарный ящик... Так, ну что... Сейчас попробуем пойматься... Что здесь такое? Граната... Граната... А? Страйкбольная, наверное... Там даже, походу, эти... Гранаты от страйкбола... Или как она? Сейчас я пойду... В тени... Кого? В тени... А, в тени... А, в тени... В тени... Ну, коляныч подсветил... В принципе... Ничего нету... Да... Она вот сквозная... Нашел где... Лестницу... Сейчас попробуем выйти... На свет... Интересно... Очень... Очень интересная формочка... В общем, ребята, на крыше опасно... На крыше мы не полезли... Кстати... Обратите внимание... Вот такой перел... Для детей сделано... Ну да... Да... Чтобы дети держать... Потому что слишком низко... Да... По коленах... Тут... 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 Детский сад... Такого уровня... Да... Тут... В детском саду... На таком уровне... Да... Гороли... Да... На шее... Вот... Саратиры... Идеи потолки должны быть... 1,5 метра... Свет включить... Отключить... Отключить... Выключаю... Загорится... Чтобы не... Не тратилось электричество... Да... Колян... Тут можно и линолеуму еще взять... Да... Ну вот еще... На кухню... Дорожку... На коридор... На коридор... Да... На коридор вдоль как раз тебе... Извини... На комнату уже кто-то взял... Вот... Центральная часть... А на коридор нормально... Советский... Он этот... Чем хорошим... Вечный... Он это... Экологичный... Чистый каучук... Чистый каучук... Да... На всякий добавок... Тридцать лет это... Сколько... Сорок лет уже этот... И еще ему не делается... Тут чуть-чуть надо только плинтусом прижать... Да... Выгнуть его в обрадочку... Да-да... Сейчас идем... Здесь... Это... Знаешь что... Это походу сушилка... Здесь вещи наверное сушили... Внизу скорее всего батарея была... А сюда вешают в шкаф вещи мокрые... И они... Сохнут просто... Да... Под теплом как бы... А и вытяжка... Вытягивает... Сушилка... Так что... Цивильный... Ты как раз прямо над подвалом... Там че-ниче нет... Дельного... Дельного... Войдите... Тук-тук... Войдите... Так че мы расфокусировались-то... Нет... Чтобы камеру... Можешь... Как-то так... Чтобы было... Камеру... Вода... Даже вот... Показать... Не-не... Ты прям-прям... Да... Ага... 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 Да... Да... Дерево такое... Опа... В окошечко полезло... Так... Ну ладно... Пойдем к подвалу... Оценим подвал... Здесь скеллита стояла, да? Да... Мы нашли кухню... Супер-гигантские вытяжки... Супер-гигантские вытяжки... Какие гигантские... Церку диаметра... Диаметра, да... Охренеть... Мы проедем там завтра что-то... Так... Так... Здесь в центре... Значит скеллиты стоят... Над ними вытяжки... Все кафелем... Удобно мыть... Легко хранить... Почему-то вниз уходит... Да... И в подвал почему-то уходит... Вентиляция... А... Ну чтобы еще... Еще и оттуда тянет... Как бы да... Из подвала... Чтобы сырости не было... Заглушки... Заглушки... Да... Ну да... Чтобы не сквозило нам... В подвале... Сквознячком... Вечером конечно сюда прийти... Эпично... Да... Че... Дриснешь тут... Ха... 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 О... Железо... А это типа от этой... Какой-то это... Ну типа протирочная машинка... Или что-то такое... Мясорубка типа... Да... От нее... Да походу... Основание... Какого-то агрегата... О... Факел... Готовый уже... Ну че... Откуда обожженный мальчик... Как бы... Былазить... Он же откуда-то вывезти... Слушайте... А... Че... В студию темную как бы... Ха... Две... 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 Тебе надо выкупить вот это здание... Ха... Ха... Разделить его... Оно уже разделено... Да... Тех... 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 Ну че... В подвал... Заглянем... Ебать... Тихо... Куда Серега... Куда Серега ты делся? Сверен... Ха... Свистни ему... Сверх! Не хочу... Ему свистеть... Молчание... Молчание... Знак согласия... Да... Он согласен... Но он не знает, с чем он согласен. Ногу можно переломать. Пойдем. Ты первый. Если что, у меня ипотека. Не думай, что я трус, мне просто банку надо выплатить еще. Ипотека. Кто там? Висит кто? Кто тут? Пиздец еще полам. Извините за выражение. Что-то я не думаю, что он здесь. Да я не уверен, что его тут нет. Пойдем. А я сейчас попробую. Зацени там как. Попробую. Найти режим этот. Ночного видения. Найтшот. А по идее она должна хорошо. Ого как клево. Ночное видение. Ты собственно можешь по ней идти. Не смотреть глазами, а в камеру смотреть. Ты знаешь, хреновая она. Найтшот. Но хреновый. А у Сереги то с подсветкой. Тебе подсвечу. Сейчас я тебе подсвечу. Чего хочу, а вот. Видишь, как там труба там пошла. Охренеть. В стекловат. Ага. В этой... Ну утеплитель, да? Да. Как она называется? Ткань-то, стеклоткань. Серегу точно уже сожрали. Здесь какие-то эти стеллажи. Стеллажи, склад типа. Ага, нужно картошечку хранить, парковку, ручок. Здесь чуть-чуть заглянем. А ну здесь тупик. Да? Ага. Я правда не вижу, если ты подсветишь. Сейчас. А не, не. Ход есть. Кабельки. Смотри, какие кабельки. Супер. Где наш товарищ-то? Товарищ. Что-то ночной камерой я не очень доволен. Вообще ничего. Она подсветила зеленым. То, что как бы это и так видно. И в чем night shot составляет. Сюда снимай. Вот здесь вот. Сырости и разложения запах. Кто это? Хер вам знает. Откуда он нарисовался? Что-то жёстно. Что-то жёстно. Хорится. Это всё конечно эпично, но у меня ничего не снимает. Да. Не добивает до туда, да. Не, я к нему не буду подходить. А я? Да. Может его уже съели? Он там привязывается. Давай его палкой шуганим. Кинем палкой. Как он тут заводался? Он уже убьём палкой-то. Ну и что? Да. Ну блин. Тут можно сёкать. В подвале. Эй. Эй. Какой он красногорский стрелок. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну как? Получаешь удовольствие? Ну-ка, что-то такое да. Есть интерес. Интересно. Там написано как бы удовлетворить эстетический, моральный и как бы... Как это? Чувство любопытства. Ну да. Чувство любопытства. А знаешь, когда эстетический удовлетворяется? Так, ты погоди теперь. А, я думал, теперь другой пропал. Ага. Это мы на другую сторону вышли. Беседочки, да? Куда можно приехать? Сильки с ним. Да. Хорошие. Декорации. Да. Просто замечательные. Готовые уже. Можно снять ужастик. Можно снять. Два ужастика. Два ужастика можно снять. А это вот так как раз беседки. Там игрушки всякие. Здесь играют. Совсем для маленьких здесь вот эти вот площадки. Как в садах. Да, когда детские сады. Ну а что, вполне возможно же это как бы лагерь. По-моему, раньше же летом не работали сады. Детские. Да, да. Это вот сейчас они работают. Раньше всегда или к бабушке, или вот в такой вот сад. Отдавали в лагеря детей. Да, да. Вот в такой лагерь как бы детей на лето. Потому что надо же куда-то это. Странно, что памятников нету. Да? Да. Давай поищем. Должен же быть хотя бы памятник. Это на центральную площадь, где линейки устраивают. Он должен быть, да. Какие-то там пионеры. Надо еще вот там вот пройти. Линейки ведь какие-то устраивают. Да. Можно представить себе в наше время, что сейчас линейки какие-то покупают. А я больше скажу. Знаешь, Колян, что ты на самом деле объединял. Объединение было. Ты стоишь, спать хочешь, но ты смотришь, все стоят и все сонные. Ты как бы всем хреново, но все стоят. Ну, вообще, да. Вся... Конечно. Все... Нет, мне тоже не нравилось. Это не принадлежит почему-то. Это очень негативно. Вся идея советского общества, она сделать как бы задушить немножко индивидуальность и сделать общую массовость, да. Но за счет этого мы и победили в войне, как бы, между прочим. То есть вот за рубежом там, да, у них другое. У них личность дороже. А у нас личность ничего не стоит, а общая цель гораздо важнее, как бы. Ну да. То есть само пожертвование и все вот это прочее. Это, кстати, вот я читал где-то, что это типа азиатская черта, которая перешла к нам вот от азиатов. От татаров, да, от этого. У них тоже типа вот массовостью, как бы, да. И вот за счет этого мы как бы и брали в войну. Но при этом все вот эти тамерланы и кто там еще был? Ну и прочие монголы. Да, вот они сами вот эти главные, они как раз хотели индивидуальности, но они понимали эту фишку, что а всех остальных надо сделать коллективом, чтобы они не разделяли. Тогда им будет удобнее индивидуальность проявлять. То есть, естественно, да, вождь, как бы, он должен быть. Ну да. Думать именно. До туда дойдем? Давайте, пошли. А по поводу линеек, понимаешь, просто, ну, когда смотрю, что плохо, да, все равно же. У меня такая черта характера, я пытаюсь найти все равно что-то хорошее как бы, чтобы как бы, ну, совсем уж не унывать. Вот я стою и смотрю, все такие сонные дома, и вот это как бы заставляет немного... Когда ты ищешь, даже в плохом что-то хорошее. И тогда, конечно, и более... Слушай, прохладно в резиновых сапогах уже. Ой-ой-ой. Надо обувь менять. Ну да, это черта характера. Ну и что это? А, ну здесь уже чисто вообще техническое все. Да, здесь, скорее всего, да, что-то электроподстанция какая-то. В общем, здесь кого-то сжигали. Печи. Тех, кто плохо себя вел, сжигали в печах. Это же вот... Ну, я читал про это. Освенцим. Да. Там вот в нем построили несколько печей для сжигания людей, да? Натурально. Да. И их там сжигали в день несколько тысяч. Да. Ты представляешь вот? Ужас и позор. Людей сжигали. Освенцим? Да. Там была железная дорога, которая вела чисто вот к этим печам. Максимально удобно. Газовая камера и печка. Сначала газовые, да. То есть, да. Их это... Их сначала газом морили, да. А потом сжигали. И потом сразу. Ты, кстати, не смотрел фильмы, то, что я скидывал? Ну, я посмотрел. Так, ужаснулся и подробно внутренне не хотел. Сейчас вот до того еще к корпусу дойдем. Вот они, реальные хроники там. Ну да. Вот. Ну, то есть, как бы, вот она правда. То есть, я почему говорю? Я с точки зрения ощущения на операторе. Я понимаю, что ужасно, да? Но вот те люди, которые снимали, они на самом деле тоже история делают. Потому что, если как бы это не видеть, не прочувствуешь все и не будешь ценить жизнь настолько, насколько это нужно. А кто снимал-то? Ну, короче, фильм сейчас новый вышел. Хроники всякие вот подняли, как они снимали вот в концлагерях. И эти операторы рассказывают, что у них же камеры такие простенькие были. Ну, естественно, да. И у них не было приближения. И чтобы снимать что-то близко, нужно вообще было вплотную подходить. Вот одна из печей. Да, да. Вот по этой дороге увезли грузовики с... Тех, кто плохо себя вел, как бы. И, в общем, это... Я тебя скинул ссылку на этот фильм. Посмотри, там, ну, все, вот реальные кадры. Добро. Сделали. Да, да. Кстати, надо там селфи сделать. Селфи в трубе, очень прикольно. А здесь уже прилично. Слушай. Здесь уже прилично. Там скважина? Что за... Нефть нашли? Угу. Есть камешек? Какие-то. Да. А, не-не-не. О-о-о. Побольше. Сейчас мы глубину заснимем. Так. Тишина. Тишина в струге. Да. Тишина в струге. А вот там еще дырочку есть попасть. Вот этот. Ту-ту-ту-м. В лечебной грязи. Без дна. Это если кто-то туда в лечебной грязи навсегда погружали. Так, сейчас это, да, немножко прервемся. Я хочу пофотографироваться. Вот, и потом еще поснимаем. Вентиляция. Вентиляция. Или... Давай, когда-нибудь опять шел. Не, это значит это. Такое прикольно. Слышите? Прикольно. Ты заходил внутрь? Такой пунь-бунь-бунь. Прикольно. Елочки растут. Так, сейчас зайдем в это здание. Фотик у меня сел. Но ничего. Да, прикольно. Совсем недалеко. Такое вот здание. Интересное. Интересное место. Биркев, крыша. Здорово. Открытие. Спасибо. 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 да порнуху здесь можно снимать у тебя любопытно грязно грязь и разложение только если какую-то очень смелую сюда пригласишь и прям вот если не довольна прям тут и закопаешь уже готовая могила когда он сюда будет баб водить они согласиться все готова ложа если не согласиться водить тут больше сатанистом обряды вот туда тоже вот крюк не напрягаешься до сантиметра и чтоб тебе прям удобно извращенец четыре прыжок пипец птички ну в общем да это мы думали это лагеря оказался это очень концлагеря свинсон он смотри даже с этим кировочкой pd шбб какой-то или 666 там у них знаешь что прикольно в германии они живут сознают свою вот эту вину и несут как бы и прям детей возят туда автобусами до возят их туда чтобы вот видели что ихние деды делали воспитывают у них через чувство как бы как это называется чувствую вины до чтобы так не ни в коем случае они не делали то есть как бы это вот они очень круто и даже тоже это ангеля меркель она вот на парад 70-летие не приехала в москву но типа это ну где-то она там другом месте типа приносила свои эти извинения не каждый год извиняются на день победы они извиняются то есть то есть вот ну как бы это вот достойно достойно уважения то что они как бы это понимать сознают вину вот эту до сих пор как бы еще один чайник мимо свет проезжает и там прям наш такие вот ну здание такие двухэтажные раз два три четыре там они едут там забором все короче проволоки замок на как музей территории приезжает прям большая территория на километр он там едет и вот эти дома стоят к их там как паша или корпуса да и то есть и за ним еще то есть еще там в каждом корпусе еще 33 за ним там типа но это вот это да как он освенцы на еще по-другому него какой-то есть название до хаут до хаус какой-то или как-то читал или аушвиз аушвиц а это другой до хау до хау еще один тоже типа большой когда ну да сколько у нас вот видно такой здоровый типа храм был и там уже как бы крыши как бы нету то есть видно что прям массивный стоял а сама деревенька вообще мало домов а вообще чуть-чуть про сейчас из нее до проходит вот мы когда там проезжали мы заехали еще в этот магазин но лето как раз мы же в июле ездили едем жарко вот такой магазин мороженый там 10 рублей 8 рублей 17 самый дорогой 20 рублей 100 который у нас здесь стоит 60 рублей она там стоит 20 мы вообще практически наценка не делаем то есть нам привозят мы там делаем там наценку небольшую и все цены вот выше 20 рублей там мороженого неба а все качества гостовские там наш вот ну там набрали у них там рублей на 200 там по 8 рублей грамм далеко мы зашли как километр точно пошли на длинный выберет взять и возможно может там дальше может быть и будет какой-то поле там потому что должно в лагере все-таки быть как этот стадион если уж он не характеризуется как чистого для совсем маленьких но вот эти вот корпуса для взрослых детей уже будет то есть там 15 такие далеко от столовой чтобы они там лучше очень-то легче дайте так ну чё как тогда пойдем не знаю можно вернуться на башню на дорогу дорогу где вот красная трансформатор там и прям можно выйти через центральные ворота кукурузу в хавале кстати кукуруза нормально если это если завтра соберемся серёга можно поговорить мы же кладоискатели не дня без монеты 2 рубля советы россия россия уже глаз дано наметан дужка современная культур с поездкой купилась да думаю так ну а найти здесь я не знаю советы конечно можно какие-то найти но мусора здесь будет очень много вот здесь скорее вот просто приехать побродить и у кого-то вот вызовет ностальгию как бы да кто в лагерях отдыхал в общем мы выходим выходим на цивилизацию все мы покидаем этот лагерь что положительные эмоции в том что столько времени проводишь на воздухе за городом ну да это минимум все равно как бы любопытно не сидите дома выбирайте такие места хотя бы просто до продышаться а самое главное 10 детям нравится потом такое видео смотреть они понимают очень хорошо такие видео где ходишь что там здание разрушено да да и дети маленькие особенно они любят ломать все а когда видится разлом на них какой-то хорошее чувство чувство да что уже кто-то сломал яблони им интересные яблони так ну ладно ставьте лайки подписывайтесь на канал оценивайте в комментариях это видео понравился вам наш сегодня стал выход или как продолжать или нет в таком духе видео снимать в общем жду ваших комментариев ну все на сегодня это все до новых встреч на канале с вами был белый копатель всем удачи всем пока и его съемочная группа и наша банда все закроем вход все велосипедная цепь все всем пока страшно в таких вещах жанровать не надо еще заводить вот здесь сзади такой грудь лада до плода седан баклажаны Ты что находитесь? Дай посмотрим. Она хочет, чтобы мы её погнали, она переживает. А, ну тут пока нельзя обгонять. Сейчас там в городе заедем, вот сейчас вот. Лада Седан, Баклажан. Сейчас вот после поворота уже можно перейти. Поля. После правого поворота там пойдёт. Ну чё, я выключаю, да? Ну сейчас обгоним её, как у тебя есть место. Место есть. Время есть. Хорошо, она так гизанула от души меня. Притопило. И заменника. Оп! Да, да, инструкция там, руль там держит. Да? Да. Эй! Хе-хей! Прикольный, да, видок? начинки поля тут такие вкусные я там подальше где-то ходил но не здесь и